Приветствую вас дорогие друзья на канале Михалыч Топи Геймс и пока мы еще не дождались глобальной обновы, которая должна быть с минуты на минуту, ну кого я обманул, может быть конечно придется немного подождать, у нас есть очень важная информация, особенно для тех ребят, которые пользуются всеми, можно так сказать, лайфхаками в игре Лавдэйнур Сурвайвл. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и писать комментарии, это важно, ну а мы выезжаем буквально на самую крутую локацию, которая существует у нас для прохождения и прокачки нашего сезона, я думаю, что это Мертвое острово. Если вы уже не первый день играете в Лавдэйнур Сурвайвл и знаете, что прошлое глобальное обновы принесло нам достаточно много беды, например то, что мы потеряли огромное количество лута, который лежал там в бункере Брау, в бункере Альфа, в той же лаборатории и конечно же в порту. Это было достаточно давно, но стоит вспомнить, что грядущее обновление тоже должно быть глобальным и в принципе также может понести за собой такие же неприятные ситуации. Поэтому, ребят, прямо сейчас, если вы храните трупы, которые лежат у вас где-то на каких-то локациях, не знаю, лежит ли у меня здесь труп, по-моему нет, я уже все позабирал, обязательно, ребят, заберите оттуда лут, потому что вышел официальный пост предупреждающий, что обязательно сделайте это. Да, конечно, это соблазнительно, хранить лут вдалеке от базы, вдалеке от рейдеров и, конечно же, плюс увеличивает количество лута, который можно вообще в игре хранить. Давайте мы зачитаем эту инфу. Итак, ребят, официальный пост вышел у нас, конечно, в официальной группе SDN Survival и что он говорит? Вот такая вот собака-барабака и выжившая. Хотим напомнить, что обновление уже готовится к выходу. В связи с этим, крайне не рекомендуют использовать трупы в качестве хранилищ. Самым надежным местом для добытых ресурсов была и остается домашняя локация. Берегите себя и свой лут. Поэтому я хотел тоже, ребят, снять такой видос. Может быть, вы не заметили похожей информации и все-таки можете попасть в такую вот трудную ситуацию. Представьте себе, что реально здесь можно потерять много чего интересного. Как минимум, я знаю некоторых ребят, которые пользуются этим лайфхаком. Я думаю, что нас таких много. Напишите, пожалуйста, в комментариях, пользовались ли такой штукой. Интересно, сколько нас таких. Я пока все трупы позабирал и, в принципе, по крайней мере, там не лежит ничего редкого. Как вы видите, Мертвый остров отличная тема для поиска или фарма очков вот этих вот сезонов. Но, с другой стороны, что хотелось бы сказать. Раньше было лучше. Потому что эта локация раньше приносила намного больше лута. Вернее, очков вот этих вот 160. Раньше, вы помните, что нужно было для последнего левела... Просто 600. Сейчас уже на 11 уровне вы должны набрать полторы тысячи. Но все равно здесь есть маленькие нюансы, которые помогают нам достаточно неплохо получить много таких очечий. И сразу же возникает вопрос. Михалыч, а можно ли оставлять лут в ящиках? Ведь дело шло только о трупах. Я тоже так думаю. Ведь дело шло только о трупах. Ничего в посте не указано о том, что будет пропадать лут в ящиках в том же бункере Альфа в вестибюле и, конечно же, в бункере Брава. Я точно не знаю. Но, если честно, в лаборатории, вернее, в порте лаборатории, я храню достаточно большое количество лута. Например, которые нужны карточки, которые нужно открывать в лаборатории. Либо просто ресурсы для отправки. Те же ящики. В надежде на то, что все-таки этот лут не тронут, я все-таки оставил там весь лутецкий. Но, с другой стороны, вы сами можете понимать, что и этот лут может пропасть. Но, лучше бы, конечно, такого не было. Если вы помните, то даже лут нам этот вернули. Конечно, трупы не вернули в прошлый раз, когда была глобальная обнова. А вот все-таки тот лут, который лежал в ящиках, все-таки вернули. Нужно было, конечно, написать в короткое время. Разработчикам написать бла-бла-бла. Я вот такой-такой. Пожалуйста, верните. И все-таки возвращали. Чем крутая эта локация? Помимо тех, которые просто у нас есть на глобальной карте. Ведь там тоже такие же зомби и дают такие же количество очечий. Тут есть вот такой вот хищник-босс. И я думаю, что, как минимум, очки снабжения с него падают очень-очень впечатляющим количеством. 200 очков сезона не самое большое, что можно заработать. Поэтому я думаю, что для снабжения еще годится эта локация. А сейчас, как вы видите, сезон не особо поднимается. Я попробую снять отдельный видос, в котором мы найдем все-таки места, где лучше всего поднимать очки сезона. Я также слышал о том, что Михалыч, ведь на ведьме можно сливать бесконечно вот этих ползунов. Просто выходи, надбивай ведьму и опять возвращайся. Но там так мало этих очечий, что я думаю, что раз 100 нужно сделать с лития ведьмы. Ну, например, волны вызывать у ведьмы, чтобы просто поднять 10 последних уровней. Я думаю, что Мертвый остров все-таки нам подойдет получше. Но с другой стороны, полицейский участок. Но с другой стороны, бункер Альфа, тот же бункер Браво, лаборатория. Эти локации остаются самыми топовыми. Почему я обращаю внимание именно на Мертвый остров? Потому что здесь ты можешь релогать его сколько хочешь. И имея достаточно большое количество оружия, можешь набивать впечатляющее количество очков сезона. Но с другой стороны, оружие уходит в большом количестве. И не нужно ждать отката. Тут есть свои плюсы и свои минусы. Я думаю, что вы сами знаете, что играя просто в Last.D.N.R. Survival, вы получаете уже достаточно. Потому что, как бы ты ни хотел, зомби все равно сливается. Постепенно, помаленечку, по зернышку, по семечку, ты собираешь впечатляющее количество за этих 20 дней очков, чтобы забрать все 60 уровней. Ну а если вы еще новичок, то учитесь водить паровозы. Бункер Альфа плюс паровозы равно круто. Прохождение будет суперским. Кстати, что выпадать с рядового? Карточка пропуска в Альфа. Отличная тема, когда у тебя уже есть катер. Да, могли бы что-то получше туда вкинуть. В такого-то сильного моба. Но, с другой стороны, я поднял здесь не особо много. Но и не скажу, что мало очков. И если вам еще попадется медвежонок, то плюс к тому, что вы будете фармить здесь титан, вы также наберете здесь, можно сказать, немало очков в сезон. Но, с другой стороны, я предупредил о том, что нужно сделать обязательно. Если у вас там где-то есть такой трупик, в котором спрятаны, например, все залежи дискет с координатами, с карточками, как я знаю, хранили одни. Ну, они хранили реально, чтобы рейдеры не своровали, не имея у себя на базе железных стен. Поэтому лучше это сделать. Заберите все трупы на всех смотровых вышках, на всех бункерах. Бункер Альфа, бункер Браво. Я так понимаю, что некоторые еще хранят в других крутых местах, от которых я даже догадываться не могу. Поэтому, ребят, это нужно сделать побыстрее. Ну, а сейчас хотел сказать спасибо вам за просмотр. И надеюсь, что вам эта информация была полезной. Ну, и жду ваших комментариев. Спасибо, удачи. А мы увидимся в следующих видео.